Добрый вечер! Мы на этой неделе читаем недельную главу Микец. В начале главы Тора рассказывает о снах фараона и освобождении Йосифа из тюрьмы. На первый взгляд, конец заточения Йосифа и сны фараона, казалось бы, не имеют отношения к друг другу, за исключением того, что они совпали по времени, естественно. Если так, то почему Тора говорит о них в одном стихе? Вы помните, и было по стечению двух лет заключение Йосифа и снился сон фараон. Рав Йосиф Дов Соловейчик, глава Воложинской Шивы был, главный раввин Брес-Литовска и один из крупнейших раввинов литовского направления, умер в 1892 году. Он говорит в связи с этим весьместом, что во всем происходящем в мире можно найти причину и следствие. Другими словами, всегда существует причина, обуславливающая нечто, и всегда есть следствие из этой причины. Да, понятно. Зачастую, однако, непросто разобраться в том, что является причиной и что следствием. И многие в этом попадают в заблуждение. Например, если некто вложил деньги в определенное дело и получил хорошую прибыль, мы думаем, что капиталовложение послужило причиной прибыли, инвестиции. Но на самом же деле, это мнение ошибочно. Не бизнес принес прибыль. На небесах было решено, что такой-то должен заработать. Прошу шана за добрые дела, по каким-то другим причинам, за слугу родителей, детей. Мы не знаем до конца божественное проведение. Поэтому с небес, потому что было такое постановление, что он должен заработать. Поэтому с небес было определено, что события в нашем мире развивались таким образом, что он вложил деньги в прибыльное дело. Так было постановлено. Так должны были развиваться события. Выходит, что действительность совсем не такова, как кажется людям. Не бизнес причина, а прибыль следствия. А наоборот. Прибыль, определенная на небесах, причина, а успех предприятия, следствие. Для того, чтобы была получена прибыль, которую постановили на небесах для этого человека, в его бизнесе появляется успех от слуха. Так же случилось и с Йосифом. Медраж Берешитраба, он говорит об этом Пасуке, и было по истечении двух лет, и снился сон фараона, что сказано об этом в книге Йо. Конец положил тьме. Конец положил пребыванию Йосифа в тюрьме. И когда пришел конец, то снился сон фараона. Руководствуясь простым нашим пониманием, можно и здесь ошибиться, и подумав, что сон фараона – причина освобождения Йосифа. Медражит тут говорит нам, что, напротив, сон фараона был изначально предназначен Всевышним, чтобы послужить решению Творца об освобождении Йосифа из тюрьмы. Поэтому сон не приснился фараону прежде, чем наступило время, когда конец пришел в тьме. Конец пребывания Йосифа в тюрьме. Как только пробил час, и Всевышний решил, что достаточно ему быть в тюрьме, тогда и снился сон фараона. Теперь понятен и порядок событий, в которых говорит стих, и связь между ними, когда пришел конец двух лет заключения Йосифа, и пришло время, и тогда снился сон фараону. Да, ну это уже понятно. Осказанном здесь говорит Хафицхайм, рабы с роль мэра Коэн, крупный раввин, галахист, автор известнейшего комментария к Шулхана Руху, не одного, а по которому следует Мишнабрура, по которому следует все литовское еврейство, потому что оно написано как для шкенадских евреев. И многих других книг, в том числе Хафицхайм именно по названию этой книги его и называют, Шмират Алашон о запретах за злословие. Он приводит притчу. Представим себе человека, в первый раз в жизни оказавшегося на железнодорожной станции. Он видит, что незадолго до отправления поезда, некто на перроне свистит свисток. Шмират Алашон. Сразу же за этим множество людей спешат к вагонам, и немного погодя раздается второй свисток. Теперь уже торопятся и те, кто прежде не спешил. Все знают, что еще чуть-чуть и поезд тронется. С третьим свистком все уже на своих местах, и поезд отправляется, не ожидая больше никого, даже самого почтенного господина. Тот, кто наблюдает за проходящим впервые, преисполняется почтением к человеку со свистком. Очевидно, что он и есть тот, кто управляет движением поездов. «Это вы почтеннейший управляете здесь всем?» спрашивает несведущий пассажир. Человек со свистком не может сдержать смех. «Я только простой служащий», – говорит он. «И только исполняю приказы. Начальник железнодорожной станции не бегает по перону со свистком. Он сидит в кабинете наверху и оттуда выдает распоряжение своим работникам». Подобно этому пассажиру, говорит Хафицхайм, заблуждается большинство людей, полагая, что причины происходящего в мире ясны и понятны. Вот мы их видим. Но на самом деле это большая ошибка. Причина всему – сокровенная воля Всевышнего, нисходящая сверху и скрытая от всех. То, что обычно кажется людям причиной, в действительности лишь следствие. Другой причиной определенной Всевышней. И поезд отправляется не потому, что свистнул человек со свистком, а потому, что управление железной дороги так составило расписание. Леуми Кец почти всегда читают в Ханку. И этот комментарий в нашей недельной главе возвращает нас к теме темноты греческой идеологии и материального, а значит поверхностного и примитивного взгляда на мир. Именно примитивизм и поверхностность во взглядах и суждениях несет темноту, в которой нельзя увидеть суть и истинные причины происходящего и является бичем современности, результатом победы греческой идеологии. Мы, евреи, можем и должны видеть глубинные причины во всем. Бог, с одной стороны, скрыл свое явное проявление в этом мире, леолям мир однокоренное, скрывать и утаивать. С другой, дал нам Тору и выбрал своими партнерами по созданию мира. И наша задача открыть его в этом мире, показать всем народам, что над материальным миром находится духовный, что мир управляется сверху вниз, и что у каждого предмета или процесса есть духовный корень, и что этот мир – лишь следствие, что в нем лишь материально проявляется то, что формируется в духовных мирах. И все, что там формируется, подчинено одной цели, и создатель мира планомерно ведет к ней свое создание. И нужно уже сегодня в Хануку принять решение, наконец, выйти из греческой темноты и примитивного взгляда на мир, выйти на свет, посмотреть на мир другими глазами, и увидеть, наконец, что не человек со свистком управляет на станции. Я хочу пожелать нам всем хорошего вечера, брахава и цлаха, и хану касамех.